А сейчас переходим к нашему пятничному игровому супер бестселлеру. Шрек Ильич Гоголь. Ксюша вносит без козырку Анатолия Кузичева, там энное количество бумажек, на каждой из которых написано имя, прозвище, не знаю, кличка, каких-то известных персонажей, реальных и нереальных, живущих и живших. Вы всех и их знаете. Ну, по крайней мере, слышали так уж точно. Мы будем пытаться... А мы не всех зачастую. А мы, да, а мы иногда не всех. Мы, ну вот нет, как объяснить-то это? Ладно, здесь бумажек написал... 10 имен написал я, 10 Илюха, 10 Ксюша, 10 Даша. То есть там больше трех четвертей имен, мы не знаем, что они там написаны, поэтому сходу пытаемся вам за минуту объяснить как можно больше персонажей на этих бумажках. Да, и, кстати, еще 5-5-3-3 в начале смс-лоу на ЯК, туда вы можете присылать свои... Ну, это не наказание, не фанты, вот мы не можем придумать пока еще этого. Фаталити, свои фаталити, раз у нас в стиле Mortal Kombat оформление. Да, в общем, забавное желание, которое проигравший ведущий будет исполнять в понедельничном эфире. 5-5-3-3, ну, такие приличные. Ну, я думаю, что вы все знаете, что я объясняю. Давайте первый раунд. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут и с кем будете играть? Динар с Ильей. Здравствуйте, Динар. Вы помните, с каким счетом Илья проиграл? Рязанска область, село Подлипки. Вы из Подлипок? Ага. Ну, я так и знал. Подлипки же, это Наукоград, начни, Наукодеревня. Ну да, это Рязанска такая область, такая специальная. Да, Наукосело, Наукосело, Наукосело. А у вас жена есть? Да? Есть. Не знаю, зачем спросил. Ну, мудрый человек, да, мудрый человек. Все, поехали, Динар, играем. Итак, помните пел Барселона с Фредди Меркури, женщина толстая? Кабалье Мотосерат. Мотосерат, да, Мотосерат. Шил форму для русских военных? Юдашкин. Юдашкин, так. Первый мужчина на земле? Адам. Правильно. Какие-то простые попадаются. Ничего себе, Мотосерат. Так, как звали абсурдиста, которого очень любит Хузичев? А, это, да, я тоже его люблю, а сейчас скажу. Смеются так. Хармс, Хармс, Хармс. Хармс, да. Звали его? А, Даниил. Даниил. Ну, вообще, Ювачев. Вот, именно это и было написано, я думал, как же мне вам Ювачев написать. Рекламировала Литуаль, певица французская. Как же ее? Двойная буква... Апетрификат. Да, вот, молодец. Так, лидер машины времени. Макаревич. Ну вот. Ничего себе, ничего себе. Все, все правильно вы выбрали. Спасибо вам большое. Наконец-то, мне кажется, я отгадал больше бумажек, чем обычно за всю игру отгадываю. Выхватил себе компаньона. Алло, спасибо большое. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня хорошо слышите? Да. Как вас зовут? Дмитрий. Дмитрий, у вас выбора не осталось, будете играть со мной. Дмитрий, вы откуда нам звоните? Я из Костромы. Откуда? Из Костромы. Из Костромы. Дим, вы только погромче... Я буду стараться погромче говорить. И вы погромче произносите ответы, потому что что-то какие-то проблемы со связью. А Илья с Динаром явно сильно выбились вперед. Вы чем занимаетесь в жизни? Да. Да? Он тебя хорошо слышит. Я понял. А приемник вы... Вот приемник выключите, слушайте в телефон. Выключил приемник. Дим, чем занимаешься в жизни? А-а, я в банке работаю. В банке работаешь. Человек умный, интеллигентный, интеллектуальный. Правильно? Ну, молодец. Хорошо. Да, да. Да, да. Готов? Готов. Соберись, нет. Поехали. Первая женщина на земле. Ева. Режиссер, который снимал... Итальянский режиссер снимал такие эротические фильмы. Синтебрац. Правильно. Опять же, вот зовут как первую женщину на земле, жена Гитлера. Ева Брауна. Правильно. А-а, блин, возлюбленная, э-э-э, возлюбленная Д'Артаньяно в фильме «Три мушкетера». Как ее звали? А-а-э, Констанция. Правильно, а фамилию вспомните? А-а-а, какая-то... На вторую букву алфавита начинается. Уральсия. Правильно. Бейонси. А-а-а, скульптор, которая сделала статую мухи... Статую мухи. Рабочевая и колхозница. А мухи, да? Мухи? Да, нам не засчитали. А-а, боксер наш, который в десантной форме постоянно выряжается. Юдашкин, да. Боксер кто? Боксер наш. А, я знаю, Лебегер, Лебегер. Были еще последние звуки? Были, да, засчитали нам. А мухи, ну, походу, нет. А-а-а, что? Спасибо большое. Алло. 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 Да. Да. Как вас зовут? Вы издеваетесь над ним, что ли? Я дозвонился на общих основаниях, между прочим. Да, конечно, рассказывай. Это телефон. Ну, рассказывай. Я дозвонился на общих основаниях. Телефон раскаляется обычно, ты же знаешь прекрасно. Я сидел у нас 15 минут. Ну, последний звонил, ничего не делал, не работал никем, не ел. А что ты студент не пришел? Это просто на общих основаниях. Это обладатель бескозырки Анатолий Кузичев. Толя, ну, тебе придется со мной играть против Лехи. А-а. Ты умеешь? А-а, вот это хрустальные бескозырки, которые вручают за победу в Шоке Вече Гоголя. Да. В общем, да, готов, конечно. Так, Анатолий, а кем вы работаете? Я в Свериус, нет, в журналистике. В журналистике. Вы умный? Ну, слушай, позвонил на общих основаниях? Давай, отвечай на общих основаниях. Умный или нет? Ну, хорошо, очень. Очень? Да. Сейчас проверим. Поехали. Итак. Итак. Итальянская актриса играла вчера, сегодня, завтра. Чего? Ты же умный. А ты можешь нормально объяснить? Итальянская актриса. Да. Еще есть такая косметика. Ив Сен, последняя. Ларан. Вот. Софи Ларен, да, молодец. Ага. Так. А, собака, которая в цирке нашла хозяев, помнишь? Каштанка. Да. Брат Модест у него был. Мусоргской? Нет. Арина у него, как он, аслушатель. Нет! Ну что, Модест? Модест у него брат был. Он композитор. Мусоргской? Нет! А какой? Другой. Еще есть кофе, а есть... Чайковский. Молодец, молодец. Молодец. А, ВКонтакте, который мента сбил. ВКонтакте. Павел Дуров. Да. Все. Дорогой, я... Молодец. В чем ты Модест, понял? А как у него брата звали, у Чайковского? А при чем тут брат? Ты не можешь Лебединое озеро сказать Модест? Самый верный признак узнать Чайковского. Сказать слово Модест. Слушай, не так много людей в мире, у которых брат Модест. Нет, подожди. Ты мне говорил Мусоргского, но его же Мусоргского зовут Модест. А брата Мусоргского... Ну вот у него брат был тоже Модест. У него брата звали Светланий. Нет, у него был доверный брат, тоже Модест. Я подумал сразу, что ты про Мусоргского. Извини, ладно. Нет, Толин, ты на четверку сыграл. Ну, на твердую четверку. До свидания. До свидания, злоупотребляй. Алло. Алло, добрый день. Здравствуйте. Вы тоже из холдинга? Нет, немножко из другой сферы. Как вас зовут? Артем. Артем, а из какой сферы? Безопасность, защита сайтов. А-а-а. Охранник сайтов. О, в Петали. Все сидите на столе рядом с сервером, с кастфордами, что ли? Артем, откуда? На КПП на входе. Воронеж. Из Воронежа. Ну, я уверен, что ты очень начитанный и умный человек. Не знаю, по голосу это слышно и по профессии. Ну, я вам это сказал, соврали. Соврали? Да. Ну, давай все-таки постарайся, потому что этот с Кузичевым играет, а нам надо не осрамиться. Готов, Артем? Ну, как пионер почти что. Давай! Из гардемаринов. Алешка, а вот его девушку как звали? Пропускаем, не знаю. Нельзя пропускать. Вот они орали друг другу. Алешка, она ему, а он ей. Как Ковалевскую звали? Алешка гардемарина, да? Как звали Ковалевскую? Конечно же. Не знаю. Ну, что я, значит, не знаю. Как Лорен звали, прозвучало сегодня. София, может, Софья. Ну, конечно, Софья. Софья, Алешка, Алешка, Софья. Алешка, Валентина Степана. Блин, был недавно его вечер творческий в классиках. Это корреспондент, блин. Автор стихов и музыки, правильно? Зовут, как Савельева, да, высокий. Геодри. Зовут, как Савельева, вот этого рядом со мной сидит. Как Савельева зовут? Я, я... А фамилия? Ножом что делают? Что я сделаю с вами, если вы не отгадаете сейчас? Я Логутенко. Ножом что делают? Логутенят. Режут. Ну, быстро! Первый бибук, вы такие же. Кончилось твое время, Артем. Охранник. Спасибо. Мы Софью отгадывали минуту, понимаешь? Ну, нормально. Он, Алешка, нет, она ему Алешка, а он едет там, Валентина. А нам нет. Алешка, он едет. Екатерина, нет. А, нет, подождем. А, нет, все правильно, да. Ну, Софью отгадывали, ну что такое? Алло. Да, здравствуйте. Как вам... Как вам... Как вам зовут? Как к вам обращаться? Антон. Антон. А зовут как? Аналогично. Так, повезло, совпадает. Вы откуда? Ставрополь. Из Ставрополя. В Ставрополе чем промышляете? Программируете. Программируете немножко так. А вы программируете на Ставрополь или на всю страну, или на всю планету? Тут локально. Локально? А на каком языке? Ну, так, поддержка СУБДД. А, понятно, заговорил. С подкуса в рту. СУБДД, ну... Ну ладно, не будем углубляться. Я понял, что я уже много чего забыл. Хорошо, ладно. Кроме вот этих вот букв, которые вы назвали, что-нибудь еще читаете обычно? Да, очень много. Очень много, да? Хорошо, сейчас мы это проверим. Проверим, кто больше читает. Вы или Лешины слушатели? Поехали. Президент Белоруссии. Лукашенко. Правильно. Собственно, Инна Жиркова никак не могла ее отгадать. Ну как отгадать? Узнать. Парту? Да. Они же тоже в шрека играли. Лидер группы ЮТУ. Бона. Так. Художник, еврей. Вот рисовал там у него мужчина с женщиной, летящие такие на небе есть. Нет, не знаете. Ладно, хорошо, по-другому объясню. Зовут его как Цукерберга. Марк. Да, а фамилия у него вот, когда ноги передвигаете, что это вы делаете? Шагал, Марк Шагал. Вот, правильно. Восемь женщин снял, французский режиссер. Как кислород будет? А, нет, О3, формула О3, что это? Озон. Озон. Зовут его? Как Оланда, президент Франции. А, Жан... Жан-Батист Олан. И что делать теперь? Все, клади обратно, я буду объяснять. Ну, сейчас на рекламу уйдем, а потом продолжим. Реклама. Новый день всегда наступает вовремя. Это закон. Такой же, как утренний кофе «Свежая газета». Российская газета. Наше слово. Закон. Оформите подписку на выгодных условиях на rg.ru Для лиц старше 12 лет. Телефон рекламной службы. 956-12-46. Шрек Ильич Гоголь. Беген. В 18.20 продолжаем играть Шрека Ильича Гоголя. Анатолий решил спуститься. Ты за кого болеешь? За это? Футболку хочешь в профилактике? Я понимаю. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Елена. Елена откуда? Из Омска. Елена из Омска. Елена, вы знаете режиссера, который французский, который 8 женщин снял? Нет. Не называйте вслухи. А зачем позвонили? Ну я много чего другого знаю. Много чего другого знаете. Елена, а чем занимаетесь в быту? Продаю сотовые телефоны. Вот. Этого я и хотел от вас добиться. Лен, готовы? Правила знаете, само собой? Готовы? Нам надо догонять и срочно Илью. Он отрывается вперед. Я очень-очень за нас болею. Надо... Вот теперь мы будем за себя тоже. Лен, готовы? Все в твоих руках. Поехали. Поехали. Блин, самый модный, ээээ, как, как, диск Жокей. Был. Самый первый, да. Счастье есть, его не может не быть. Вот это его трек. Круп. Конечно. Эээ, блин, устанавливал флаг на Рейхстаг вместе с Егоровым. Их прям двое, прям... Их прям в паре всегда называют. Егоров и... Давайте по буквам как-то. Эээ, хорошо. Есть такой немецкий философ из четырех букв. Ёта? Ээ, н-н-н-нет. Ну, он отгадал. Категорический императив он придумал. Блин. Эээ... Уру... Так. Ну? Да я не знаю как. Сейчас страна ждет. У сноуборда есть вот по краям, как это называется, на чем ездят. Ёта? Полозья. Полозья, ну-ка, сноуборда на полозьях. Вот тот самый. Самодельный. Лубовщий. Левой ногой вперед встали, в тройку запрягли сноубордистами. Елена, ай-яй-яй. Не знать таких людей. Ладно бы какого-нибудь вот французского режиссера не угадали, но кто советский флаг на Рейхстаг выдружал, это знать надо. Это вот прям без шуток. Слушай, но он устанавливал флаг на Рейхстаг, а не антивирус. Что ты мне палец тыкаешь? Да, один, одного отгадали. Диджей грува. Алло. Алло. Как вас зовут, здрасте? Геннадий. Простите? Геннадий. А вы в курсе, что у вас есть тезка? Вы имя Тимониченко? Нет, не в курсе. Мы про крокодила вообще-то. А-а-а. Ну а как вам вообще с этим именем? Ну я с другим не жил, поэтому мне очень сложно сравнивать. Вы попробуйте. Не могу. Ладно. А фамилия у вас не Анищенко? Да не Анищенко, что-то прислал к человеку. Не, ну просто я, мало ли, может быть, знаешь, что человеку фамилия Ощененко. Дальше будет еще веселее, тогда Ежов. Ежов? Геннадий Ежов. Как землю звучит. Да, Геннадий Ежов. А вот что тогда уж? А вот это вы Геннадий Ежов. Поэтому я же говорю, что я с этим именем не могу. Геннадий Ежов езжу. Геннадий Ежов. Нормально. Ну что же, Геннадий Геннадий Ежов? Поехали, поехали, поехали. Поехали. А... Так, а что кто это? Я даже не знаю. Это какой-то современный гей. Современный гей. Его зовут как Листьева. Влад Сатвестера. А знаете, вот фамилия тоже так же начинается. Да, кстати, да. Да, да, фамилии, первые три буквы такие же. А потом есть коза, а есть вот еще барашка жена. Жена барашка. Да, овца. А вот если как-то в родителям, нет кого чего? Нет овцы. Нет овцы. А в множественном числе нет кого? Овец, соответственно. Да, вот первые три буквы. Влад Ове? Нет, первые три буквы. Помните, как у Листьева фамилия? Ну, Листьеву Влад звали. Ну, а первые три буквы из фамилии Листьева забрали. Так. Что это? Какие три буквы? О, боже мой, ребята. Хитрое животное рыжее. Рыжее хитрое животное. Вот ли. И нет. Влад Листьев? Да. Да. Бомба. Бомба. Вы знаете, кто это? Критик моды. Нам пишут в чат девушке, Даша Ксюша, что он придет в выходные на маяк. Какой это критик модик? А ты его назвал плохо. Сейчас я тут открою. Геннадий Геннадьевич, спасибо вам большое. Мы просто несобираемый пазл собрали вам с вами. Сейчас я подожди. Стойте. Не брать трубку. Сейчас мы войдем, посмотрим. Ну, подожди. У меня такая еще прическа такая странноватая. Ну, гей, я же вам говорю. Ну, вот и все. Тихо, 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 тихо. Ну, посмотри на эту фотографию. Он что, с обидеться, не придет на маяк? Ну, не надо, не надо шоу, шоу уже. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как звать? Денис. Денис. Денис, ты знаешь, кто выдружал флаг на Ристак? Лисовец. Точно знаешь? Точно знаю. Абсолютно. А ты радио выключи и будем начинать. Так выключил. А я почему тебя слышу? Ну, и ты хотя бы слышал. И вы меня слышите. Ну, все совпало, нормально, че. Здорово, люди. Готов? Да, Лёна. А, вот так вот ты меня слышишь. Алло. Да, да. Поехали? Ответьте, Денис. Денис. Спасибо, что отвалился. Вот ты прям ждал этого момента. Давайте другого. Алло. Здравствуйте. Здрасьте. Как вас зовут? Павел. Павел. Павел, откуда? Москва. Павел, слышишь, нормально? Да вроде тфу-фу. Кто флаг вытружал, знаешь? Нет. Вот, 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 ну вот, 9 мая скоро. Ну вот прям все. Честно, стыдно. Конечно, стыдно. А наклейку клеите себе на машину? Спасибо деду за победу. Нет. Нет, хоть не лицемерите. Ладно, Павел, готовы? Попробуем. Поехали. На русской службе новостей, на радио РСН ведет турнир-шоу. Зовут как Зверева. О, блядь. Сергей? Да, зовут ААА. Телавин, что ли? На РСН, нет. А фамилия начинается так же, как первая нота. Да. Ну? Доренко? Конечно. Там даже лишь вторая нота. Блин. А кто это? Что за персонаж? Я не вижу. Назовите самого известного физиолога. Он еще мучил животных. Заставлял их там рефлексами всяческими выделяться. Как звали физиолога? Да что? Алло. А у меня пропало что-то. Да я понимаю. Есть кошка, а есть... Да. Собака Павло. Правильно. Кто придумал это? Это дичьево. Кто написал вот тот вальс, который Инна Жиркова не помнила? Написал горе от ума. Дипломат. Наш. Собирает в лесу и ест такие со шляпками. Грибной. Да, грибоедов. Да, да. Спасибо. Так. Что? А мы будем второй раунд сегодня играть? А нет, я просто читаю про лесовца. Увлекся? Увлекательный персонаж. Человек интересной судьбы. Вроде я прав. Так. У нас что, осталось сколько? Минута. За минуту мы не успеем. Я думаю, давай второй раунд играть после новостей. А сейчас быстренько метнуться кабанчиком. Девчонки нам скажут результаты первого раунда. А, у нас первый раунд закончился? Получается так. А кто первый играл-то? Ты первый играл, да. А, все, ты закрыл, да. Спасибо. В результате первого раунда выигрывает Илья Савельев. У него 15 очков. И у Алексея Полякова 10 очков. А, не так много, что в втором раунде я наверстаю. Друзья, будет второй раунд после новостей. Пока на 5-5-3-3 можете присылать свои варианты Fatality или Fanta. Называйте, как хотите. Некого задания веселого, который проигравший ведущий, будет выполнять в эфире в понедельник. Слушай, а если бы я был ребенком, я бы тогда фамилию Лисовец тоже бы себе представил. Из двух животных? Угу. И даже из трех. Овец же много там. А, я понял. Серго, который пишет нам на смс-портал 5533 в начале маяк. Да, абсолютно верно. Вот этот человек и страна, я его, представляете, забыла. Пересчитайте. Не знаю, как развивались события в этот день. Ну что, друзья, прорываемся на новости и вернемся сразу после. Шрек Ильич Гоголь. Восемнадцать часов тридцать шесть минут в столице. Друзья, Шрек Ильич Гоголь продолжается. Спасибо, что продолжаете присылать смс с различными вариантами фантов на понедельник. Продолжайте это делать, мы еще не определились. Чем оригинальнее, тем больше шансов того, что именно она будет выбрана. А у нас что? Второй раунд. Второй раунд, для тех, кто не знает, это... Мы будем объяснять всех тех же персонажей, которых разгадали в первом раунде. Но теперь будем использовать всего одно намекающее, указующее слово. Про каждого свое, вы не переживайте. Ну да, да, да. А не то, что мы выберем слово «окно» и будем интонацией пытаться вам объяснить. Но «окно», «окно». Так вот, друзья, поэтому несложно сделать вывод, что для того, чтобы хорошо и удачно выступить во втором раунде, нужно а. обладать хорошей памятью и б. слушать первый раунд сначала. Потому что угадать Влада Лисовца одним словом, это слово нельзя произносить в эфире. Поэтому 728-7171, код Москвы 495, звоните, продолжаем. Чарай Клича Гоголя. Раунд 2. Ева не была первой женщиной, пишет нам. У кого как? Я же в этом смысле объяснял. Алло, или ты кто? Алло. Да. Как вас зовут? Здравствуйте. Максим. Максим. А кто с Максимом играть будет? Я не знаю, я начинал. Ну, давай ты тогда, раз я тогда начинал. Максим, мы проигрываем. Пять бумажек. Слушали сначала? Конечно, плохо. Да. Слушали сначала? Да, сначала. Память хорошая? Надеюсь. 30 секунд у нас всего впереди, поэтому давайте максимально быстро стараться это делать. Хорошо. Готовы? Готов. Поехали. Адам. Ева. Д'Артаньян. А, Боярский. Это, ну, тут не поспоришь. А из первого раунда слово? Д'Артаньян. Д'Артаньян. Возьми. София. Это нет, это из гардемаринов. Д'Артаньян. Д'Артаньян. Спасибо, Марс. Пока. Озон. Да. Ну, вон. С кем у него только не было, из французов. Алло. Ну что ж. Алло, братцы. Как зовут вас? Иван. Иван. Что тебя так удивляет? Я давно не слышал от этого имени у нас, хотя оно самое распространенное русское имя, но почему-то к нам люди с именем Иван давно не дозванивались. Иван, сыграем по-старорусски. С одного слова с плеча рубить будем. Готовы? Готов. Ну поехали тогда, бояре. Итак, одно слово. Ю-ту. Это же одно слово. Произнеси четко хотя бы его. Ю-ту. Ю-ту, Бона. Бона, прекрасно. Беларусь. 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 Да. Лукашенко. Правильно. Барселону. Актриса, как же ее? Ну как актриса? Ну, которая вчера, сегодня, завтра. Ну произнеси, маму. Нет, никакой не вчера, не сегодня, завтра. Нет, нет. Нет, это вы неправильно вспомнили. Но спасибо вам большое, Иван. Спасибо. Дальше. Испожался, человек. 728-7171, код Москвы. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как зовут? Саша. Саша откуда? Из Москвы. Саша, сначала слушали? Обязательно. Память? Ну все нормально. Давайте не будем тянуть время, давайте играть. Готовы? Да. Поехали. Алешка. Софи. Правильно. Модест. Черековский. Правильно. Барселону. Кабальон. Правильно. Вчера? Да, Макаревич. Нет, ну вот только что... Дурацкое слово выбрал. Ну так Илья объяснял это. Нет, 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 не могу говорить. Спасибо. Спасибо большое. Три это уже что-то, но надо как-то еще ускоряться. А что, вам спасибо, спасибо Лёхе, что он забыл. Алло. Ты так объяснял. Интересно. Тихо, тихо, тихо. Извините, вы простите, что мы перебили вас. Вы договорите, договорите. Алло. По-моему, кто-то с милиционером разговаривает. Алло. Да, я слышал. А почему был женский голос изначально? А вот это была моя супруга. А, я думал, мы телефон украли у женщины. Как вас зовут? Егор. Егор. Сначала слушали нас? Да. Ну, сейчас проверим. Пытался, правда, дозвониться, но сначала. Хорошо. Вся страна пыталась, и Кузичев. И Кузичев, но Кузичев почему-то дозвонился, интересно. Поехали, с одного слова играем. Итак, дизг джей. Груб. Да, отлично. Я отдумаю просто. Так, от ума. Два слова. Ну, ума, хорошо. Ума? Да. Ума Турман? Да, нет. Ну, как, да, нет, нет, нет. Да, в смысле нет. Вы знаете, Егор, тут некоторые люди вставляют нам пальцы в колеса. Да, да, больно. Ну, надо же как-то выигрывать. Поэтому вставляем. Спасибо вам. Алло. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Ирина. Ирина, наконец-то девушка позвонила. Ир, к вам те же вопросы. Сначала ли слушали, и хорошая ли у вас память? Не жалуюсь, слушала сначала. А ассоциативное мышление развито? Ассоциативное мышление, давайте проверим. Давайте проверим. Я вот буду максимально пытаться точно указывать, а вы уж побыстрее отгадывайте, а надо догонять Илью. Поехали. Вконтакте. Дуров. РСН. Даренко. Правильно. Д'Артаньян. Констанция Буонасье. Правильно. Художник. Шагал. Правильно. Вы не умничаете. Здесь игра. Режиссер. Концелазон. Другой. Что? Другой. А другой? А догадывается. Поздно. Ну да, по фильмам ближе. И Ир, вы, да, и с сативным мышлением нормальной, с памятью и с прослушиванием первого тура. Спасибо большое, мы приблизились. Алло? Режиссер. О-о-о-о-о-о, вы еще там? Так, подожди, дайте я угадаю. Вы дозвонились нам, наверное, где-нибудь из Урала, но не Владивосток, но какой-нибудь Иркутск, может быть? Нет, Арханглик. А, вы оттуда сверху нам дозвонились. Здравствуйте, Архангельск. Сигнал тут долго идет. Если приемчик сделать потише, вы сейчас играете, потом послушаете, как вы играли. Что успеете? Судя по тому, как вам сигнал идет. Как вас зовут? Сергей. Сергей. Сначала нас слушали? Почти. Первый тур прошел у вас уже? Да. Все, поехали, играем с одного слова. Итак, эротика. Так, так, так. Называйте все ассоциации. Давайте. Жена, Светка из соседнего подъезда. Что там? Все ассоциации говорить. Так, эротика, эротика. Так, 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 так. Эротика. Сергей Доренко. Правильно! Самый эротичный. Еще эротичнее люди. Есть на планете? Сати Лорен. Не Сати, а Софи, во-первых. Сати Казанова. Но вы не отгадываете. Вообще не в ту сторону пошли. Все, включайте приемник, слушайте себя. Привет, сульфату. Алло. Алло, добрый вечер. Ох, как мне везет сегодня. Вторая девушка, даже уже третья. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Инна. Инна, Инна. У вас хорошая память? Ну, не жалуюсь. А остальные? Остальные тоже. Остальные тоже. Первый раунд слушали сначала? Слухала. Меня слышите хорошо? Да. Поехали. Гитлера. Ева Браун. Правильно. Лисовец. Форма. Юдашкин. Правильно. От ума. Два слова. Ты так лучше делала. Ума. Грибаяц. Правильно. Физиолог. Павлов. Правильно. Но вы Павлов, там по-другому было. А, нет, по-другому было, да. Смотри, уследил негодяй. Когда такие пальцы в моих колесах? Инна, там странная на самом деле бумажка и персонаж тоже странный. А мы до конца будем хреначить эту бессказочку? Я думаю, еще по разику можно. Давай по разику еще. Алло. Алло. Как вас зовут? Михаил. Михаил откуда? Москва. Сначала слушал? Конечно. Прекрасно. Поехали, времени нет. По одному слову. Эротика. Кинкоград. Молодец, какой. Жиркова. Инна. Не совсем верно. Что там еще обрело? Помните, как я объяснял? Да-да, Барто. Барто, молодец. У нас теперь бедные огни Барто. Кузичев. Не знаю, как еще. Теперь вы за мной повторяете. Харп. Да, у нас находится, да! Харп в скобках был. А имя? Да дальше уже нельзя. Время закончилось. Ну а как имя? Ну что? Харпс это был? Даниил Хармс. Имя тебя, пожалуйста, назвали. Анатолий Кузичев, Анатолий Кузичев, Анатолий Кузичев. Вам спасибо большое. Ну что, еще тур играем? А тут осталось как раз всего ничего. Ну давай еще тур. Давай уже добьем. Алло! Да, здрасьте. Здрасьте, как зовут? Павел. Ох, Павел, время мало, поэтому сначала слушал? Главное. Это сейчас главное. Да, да, да. Все, поехали. Модельер. Редашкин? Другой. Другой. Тот не модельер же. Ну да. Скажи. На колесоот, что ли? Ну да! Так он же не модельер. Ну какая разница? Физиолог. Физиолог Павлов. Да, физиолог. Оп, 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 оп. Оп, оп, оп. Финты. А это ты, Дани, бы с ним написал бумажку? Нет, это чушь одна наша какая-то. А что это за персонаж вообще? И кто за него ответственен? Да, кто это? Это какая-то одна была, думаешь? Все 350 экспериментов надо одной производил? Да, бедняга, она без головы потом бегала. Зато столько рефлексов, как у человека практически. Спасибо, Паш, это не вы виноваты, это Ксюша. Это первое животное, которое научилось говорить больно. Больно и отстать, не сегодня. Давай еще или как? Ну уже без песен тогда получается. Да, какие уж песни. Все, доигрываем. Алло, 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 алло. Алло, алло, алло. Как зовут? Сергей. Сергей, слушали сначала? Слушал. А, да, сначала. Я думал, что вы сказали США. Приемник выключите ли? Чили? Для теле. И поехали с одного слова. Отгадываем. Цирк. Цирк. Помните цирк? Цирк, да. Цирк. 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 Цирк там. Вау, сколько лет, сколько зим. Слушайте, мы так не доиграем до конца часа. Нет, не помните. Осталось, как ты жалких пять бумажек. Хорошо, ладно. Ничего, было приятно с вами помолчать. Все, прям в экспресс режиме. Алло. Спасибо. Алло. Алло, добрый день. Да что ж, мне прям так везет. Как вас зовут? Галина. Галина, Галина, откуда? Из Москвы. Галина, нормально слышимость? Да, отлично. Поехали. Поехали. Ай, тетка. А, да, можно было, согласен. Тетка. Тетка. Пустанка. Правильно. Ева. Браун. Правильно, но нет. Адам. Правильно. Физиолог. Тобака Павлова. Правильно. Времени. Машина. Правильно. Спасибо. Нет, одна бумажка у тебя осталась. Ну, кстати, мы ее можем гадать, бог знает сколько. Ого. Ну, смотри, сейчас нам необходимо будет прерваться на региональный джингл. Я успею сейчас быстро. За 30 секунд успею. Алло. Одна бумажка. Алло. Добрый вечер. Как зовут? Игорь. Игорь, быстро играем. Одна у нас бумажка. Че не успею? Ну, 30 секунд не успею. Ну, одно... Либо да, либо нет. Тут, знаешь... Все, одно слово мы отгадываем. Прямо до самого джингла. Даже можно не пускать. Итак... Эээ... Диво! Диво? Да. Диво? Диво. Ну... Не успели, видишь, я же говорю. Диво. Шрайп и Линч Гоголь. Биггерс. 18 часов 52 минуты. Одна бумажка в бескозырке. Какой-то тяжелый. А не надо. Все, не надо. Не надо. Спасибо, не надо. У нас уже нет никаких сил ни физических, ни моральных. А в бескозырке осталась Патрисия Касс. Одна единственная, последняя. Почему ты через Диво ее объяснял? Непонятно. Я перепутал с Монсеррат Кабалье ее случайно. Все, убираем ее из игры. Ксюша, объявляй. Во втором раунде выигрывает Алексей Поляков. У него 26 очков, у Ильи Савельева 20 очков. Мне кажется, попахивает подлогом. Попахивает там, в лифтовом коридоре канализации. Что будет делать Илья? Спасибо. Илья должен будет говорить первые 15 минут с манерами Одессита. А, больше, что мой, Илюша. Будешь говорить нормально, как привык, а не стараться у московских. Это тоже скатываюсь. Потренируйся. Я благодарю Дмитрия, Артема, Елену, Павла, Максима, Сашу Иру и Нупавла Галину. Ксюш, а Кущев обещал же на этой неделе ждать, что футболки будут, по-моему. Надо узнать, пожалуйста. Мы еще успеем объявить. Благодарю, друзья, за очередную ту самую победу, я имею в виду. Шрек Ильич Гоголь закончен. Илья, ну извини. На сегодня закончен. Да, можно как-то отбить его? Какой-нибудь, да. Субтитры сделал DimaTorzok